Отключить аккумулятор, вытащить пострадавших, оказать первую помощь. Это действие спасателей при выезде на ДТП. Навыки такой работы оттачиваются постоянно и сегодня в Тюмени проходят очередные соревнования по ликвидации последствий аварии. На прямой связи со студией мой коллега Николай Смирнов. Коля, здравствуй. Расскажи, как проходит операция спасения. Добрый день, Гульнара. Ну вот только что закончился второй этап. Вторая команда выполнила положенные упражнения. Что делают спасатели? В первую очередь они обестачивают машину, отключают аккумулятор, дальше смотрят состояние пострадавших, эвакуируют их и оказывают первую помощь. Эти действия в принципе уже отработаны, люди знающие, но вот что конкретно они делают, с чем они сталкиваются, лучше всех знает начальник Тюменской специализированной пожарно-спасательной части Дамир Негардинов. Дамир, вот что именно бойцам приходится делать? На начальном этапе подразделение оценит обстановку, устанавливает границу зоны проведения аварийно-спасательных работ, далее обестачивают автомобиль, отключают аккумуляторную батарею и проверяют на наличие газового оборудования. Следующий идет этап уже непосредственно деблокирования, стабилизация автомобиля. Пожарный проникает в автомобиль, накрывает пострадавших от попадания осколков в стекло. Дальше проводится разбитие и остекление автомобиля для осуществления дальнейшей помощи пострадавшим. После этого, значит, накладывается шейный воротник и производится деблокирование крыши автомобиля. Крышу деблокировали, сиденье деблокировали, дальше оказывается помощь пострадавшему. Накладываются шины, после того, как наложили шины, отправляют в карету скорой помощи. Дамир, какое среднее время на оказание помощи? Среднее время оказания помощи – 3 минуты на наложение шины и шейного воротника. Спасибо большое, Дамир. Гульнара, я добавлю, что в 2015 году команда именно нашей пожарно-спасательной части заняла первое место на федеральном уровне соревнований. Она стала лучшей в России. Какие места в этом году достанутся тюменцам, мы узнаем уже в течение всего 2018 года. Студия. Спасибо, Коля. Ждем от тебя других подробностей к следующим выпускам ТСН. А я напомню, сегодня в Тюмени проходит соревнование по ликвидации последствий аварии.